Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом фильме вы видели новых вот таких вот я начал вязать жуков. И по многочисленным просьбам подписчиков я сегодня сделаю фильм по шаговку. Предупреждаю, фильм будет дотошный и нудный, поэтому определенная категория людей, пожалуйста, не пишите свои бестолковые комментарии, потому что все фильмы, которые я выпускаю, они относятся к тем, которые только начинают вязать. Кто все знает, просьба на канал не заходить. Величина жука, которого я вязал, она на 16-м крючке, изготовлена, как вы видите, меньше. Вы просили показать по размерам, ну то есть приложить линейку. Вязать мы будем на крючке номер 14. Величина его, давайте приложим линейку, чтобы вы ее видели, будет примерно 10-10 миллиметров. Ну, в природе он так и есть. Он идет в среднем 10-12-15 миллиметров. Из чего изготавливается? Изготавливать его достаточно просто, но технологически он немножечко как бы нудноватый. В каком смысле? Надо операцию за операциями повторять. Вернее, ждать, пока подсохнет клей, подсохнет лак, и тогда только лишь надо приступать к последующей работе. Какая нитка? Вот у меня как раз выскочила нитка. Сейчас я, чтобы не прерывать фильм, буду рассказывать и заправлю нитку. Значит, нитку желательно использовать ровницу. Очень тонкая нитка нам понадобится только лишь в конце, когда мы будем формировать с вами уже грудку и тело. И крепить будем уже усы. Ну, на лапки тоже можно. Почему я говорю, что нужна не очень тонкая? Неопытный вязальщик сможет передавить, перерезать тот материал, который мы используем. Что я здесь использую? Используется пенка. Вот иногда у меня остаются определенные вот такие кусочки, которые я не выбрасываю. Как вы видите, вот я вырезал уже готовую часть. Вот она она. И ей придал определенную форму. Какую? Вы вырезали брусок. Для того, чтобы мы сверху закрепили и наше тело было овальное, нам необходимо ножницами с одной стороны. Вот если я буду показывать вот так, то вы увидите. Вот они, срезанные кромки. И сзади камера сможет передать вот так. Тоже для загиба. Нам понадобится еще с вами леска. Или же, если у вас имеются щетки из полипропилена, можно вытянуть. Но у меня леска достаточно такая гибкая, хорошая, поэтому она мягкая. Нежелательно, конечно, использовать, но будем говорить так, что для определенных рыбалок вполне пригодится. Почему я использую крючок номер 16? Для того, чтобы для рыбы вот у нас был тот жук, который вот он есть в природе. Если вы хотите отсечь мелочь, вяжите его на 14-12 номере, то есть спокойно реагирует. Ну, реагирует вся белая рыба, галавль в том числе. Ну, клейка густера, платва вам гарантирована. И верховка в том числе. Поэтому величиной крючка вы для себя берете и отсеиваете ту рыбу, которая вам не нужна. Давайте приступим. Так как нитка у меня полиэстер, она достаточно скользкая, о чем я все время говорю. Клей я использую вот такой, 705-й гелевый. Без фанатизма я беру ровно небольшую вот такую капельку клея иглой. Использую вот такие иглы. Совсем-совсем немножечко, маленькую-маленькую капельку. И наношу по всей длине цевья аж до загиба. До колечка не дохожу. Продолжаем дальше. Берем ту нить, которая вот у вас есть, у меня очень-очень тонкая. Желательно использовать белую нить. И крепим ее на цевье. Проматываем по возможности, создавая вот неровность, как у меня. Вот так. Для того, чтобы в последующем материал мой хорошо закрепился. Доводим до загиба. Как вы видите, вот до этой точки. Здесь я делаю небольшую вот такую площадку. Наматываю для того, чтобы мне закрепить мою пенку подготовленную. Теперь, так как мы будем переворачивать, значит, берем плоской стороной, которую мы не трогали, она должна быть вверх. Здесь я опять наношу без фанатизма капельку клея. Почему я вас в начале фильма и сказал, что нужно использовать не очень тонкую. Но я покажу, как сделать, чтобы не перерезать. Приставили вот кончик. Просто накинули нить. Не затягиваем. Второй виточек. Чуть-чуть подтянули. Третий виточек. Чуть-чуть еще подтянули. Четвертый. Пятый. И только вот на шестом-седьмом мы можем подтягивать. Почему это мы так делаем? Мы набрасываем нитку на пенку. И уже нашей тонкой ниткой мы по ниткам прихватываем нашу пенку. Годится. Оставляем, чтобы он у нас приклеился. Как вы видите, очень знакомые вам диски, которые можно приобрести на радиорынке, там, где торгуют дисками. Попросить ребят, чтобы диски DVD-шные или CD-шные вам могли оставить вот такие вот фиксирующие шайбы. Они ставятся вверху. Ну, кто знает, у того вопросов не будет. Пока все это у нас подклеивается. Для того, чтобы дальше процесс продолжался, я беру вот такой, у меня имеется, так, чтобы не вверх ногами, вот такой имеется маркер. Он может быть любой у вас красный, но спиртовой обязательно. И я начинаю вот подкрашивать. Можно заранее подкрасить пенку. Так, чтобы руки мне не попортить, я буду пользоваться пинцетом. И начинаем его, весь, всю пенку нашу перекрашивать. Везде. Почему это нужно сделать сейчас? Потому что пока мы будем с вами крепить лапки, наша пенка хорошо высохнет. И мы сможем потом дальше продолжать работу, не отрываясь. Ну, вот, годится. Потом можно будет, если где что пропустили, взять немножечко подкрасить. Ну, вот, и руки вроде бы нормальные, и подкрасили. Теперь лапки разбить нужно наш процесс. Можно теперь намазать клеем, чтобы приклеивалось. И наносим на цевьё. Значит, задняя часть лапок я разбил вот так. Средняя часть лапок. И вот приблизительно две трети длины мы оставляем место для крепления передних лапок. Потому что здесь уже дальше пойдёт наша шея, голова, и мы будем крепить усы. Берём леску. Для удобства работы я её не режу на кусочки, а оставляю цельную, и также с катушки я её беру. Подвожу её, привязываю с нижней части моего цевья. И стараюсь, чтобы не увести ниткой. Перекидываем опять через леску, и с одной и с другой стороны восьмёрочкой прихватываем наши лапки. Можно вот так их даже взять и отогнуть слегка назад. Теперь всё. Этого достаточно, так как мы нанесём клей, и дальше ещё будет даббинг, и я отрезаю ножницами, бокорезами, как вам будет удобно. Отступили немножечко, и крепим вторую пару лапок. Весь процесс аналогичен аж до передних лапок. Единственное только это то, что передние лапки, эти я, как вы видите, стараюсь, чтобы они у меня были ровными, никуда не направляя. А вот передние мы с вами сейчас будем направлять. Вот. Оставили, отрезали. Передние лапки я вот буду стараться направлять уже вперёд. Вот таким вот образом. Если вот, как вы видите, у меня леска, она непослушная немножечко, ушла длины, подтяните леску. Пока клей не нанесли, с этой леской можно делать всё, что угодно. Рыба, если леска жёсткая, боится поклёвок, вот этих вот наколов, поэтому я леску стараюсь крайне-крайне редко использовать в изготовлении лапок. Всё. Годится. Убираем. Опять берём наш клей и наносим уже на места крепления. Так, чтобы образовались вот такие наши как шарики. Отлично. Не тратим время. Я для даббинга буду использовать мех. Норки. Вот у меня имеются здесь вот такие вот кусочки. Постараюсь нащипать. Для того, чтобы наш мех, ну вот так должна выйти у вас конструкция. Для того, чтобы мех у меня лежал на нитке хорошо, я беру обыкновенную церковную свечку. То есть, я всё сейчас делаю под вас. Я не использую вощину, я не использую клей, карандаш, который я обычно всегда использую. и берём, нащипываем вот так немножечко. Без фанатизма. Подшерстка. Почему я беру именно норку? Ну, она не боится воды и в то же время даст мне какую-то плавучесть и рыхлость. Всё-таки брюшко у нашего жука какое-то должно быть. нет. Возьмите тогда любой даббинг, который не впитывает воду. Ну, понятное дело, что кролик у нас не годится. Потому что он сразу напитает воду и наш жук с минимальным количеством пенки будет тонуть. Отчасти это даже хорошо тоже можно как приманку использовать. есть я немного совсем совсем немножечко вот у меня имеется вот такой набор который я уже показывал так как у меня здесь серый цвет я попробую подобрать немножечко вот такой как бы сиреневый чтобы выделялся у меня блёск ки в моем брюшке одеться. Рассредоточим не важно что будет идти вот так вот как бы частями то есть все равно наш блестящий даббинг где-то попадет на теле. Все мы набрали вот такую конструкцию теперь я беру и как вам будет удобно по часовой против часовой стрелки я начинаю это все скручивать держу вот так нить на пальце прокручиваю катушку и у меня мой весь даббинг как вы видите вот по краю этого начинает скручиваться чтобы он у нас никуда не убежал все вот вышла такая колбаска аккуратно без фанатизма следим за тем чтобы мы не утащили наши ножки движемся к нашей задней части жука дошли вот такими движениями до загиба и здесь уже формируем ну пусть простят меня буквоед жопку такая чтобы она была пышненькая и хорошенькая переходим к части где наша жопка заканчивается здесь делаем опять же такое вот такое же утолщение чтобы оно было одинаково до средней лапки вот по толщине а там где мы будем уже формировать шею нам много даббинга не нужно вот так и здесь уже буквально чисто вот так обозначим до нашей головки минимальным количеством даббинга годится у нас все готово теперь мы должны нить перевести в ту часть где у нас будет заканчиваться тело и будет идти наша шея с головой перевели как раз получается вот где вторые лапки две трети как я и говорил берем клей и теперь аккуратно такую хорошую берем капельку вот приблизительно вот так заднюю часть я ее наношу и рассредоточиваю по средней части по всей длине моей пенки не по всей пенки а вот средняя часть у меня только проклеенная дальше переворачиваем и стараемся как бы вот так в натяжечку закрепить в одной точке сейчас я вам покажу в одной точке наши нашу жопку вот так годится теперь без фанатизма мы берем так же аккуратно вот так проматываем продавливая даббинг формируем шею нашему жучку вот приблизительно так что делаю я дальше не дохожу до колечка вот приблизительно вот так поднимаю вверх и под углом я это все срезаю под углом срезали подровняли все неровности вот которые у меня у меня выступают чтобы мне они не мешали вплоть до того что если вам какие-то вот неудобства видите вот для меня допустим сейчас неудобства я не хочу портить ножницы я возьму его так аккуратно эту пенку подрежу ножом все моя пенка подровнялась сейчас мы уберем вот теперь вот я для того чтобы не менять нить зачастую и вам также советую это абсолютно ну никакого здесь нет допустим хитрости тонкости просто удобства в изготовлении приманок ну мне чтобы не перекидывать я беру вот опять у меня такой же маркер перманентный и я беру свою нитку перекрашиваю в черный ну и понятное дело здесь торец пока позволяет мне другие материалы я также закрашиваю черным стараемся аккуратненько чтобы не влезть на наше тело годится и аккуратно возле колечка промотаем обозначим место есть теперь мы должны с вами закрепить усы я обычно использую для таких можно перо фазана можно павлина ну вот у меня есть остаются иногда вот такие вроде бы никуда не всунешь можно индюка перо берем аккуратно две бородки и отрываем вместе с ножками вот так чтобы образовались у нас вот эти вот такие крючочки и теперь поочередно их с вами закрепим так чтобы эти усы слегка под углом закрепили без фанатизма проверили длину примерно вот так берем вторую часть вторые усы смотрим чтобы не перекрутились они у нас выровняли по длине и стараемся без натяжки подхватить вот так вот видите у меня они перо перекрутило поэтому я беру и начинаю его выравнивать или же легче взять убрать так закрепили уголовки и теперь подтягиваем подравниваем должна выйти приблизительно вот такая симпатичная у вас конструкция я не отрезаю сразу они не мешают абсолютно вот проматываю до лапок и здесь уже без ущерба что я выдерну лапки я их обрезаю так и теперь что у нас получилось вот у нас есть тело есть лапки есть вроде бы у нас все делаем завершающий узел убираем нитку этого вполне достаточно дальше мы должны с вами работать лаком ну и маркером вот у меня пошла белая нитка это опять же не страшно можно поменять черной ниткой ну я вам показал то есть те трудности которые есть у вас возьмем подкрасим и что я делаю дальше берем лак ну учитывая то что у меня есть лак который по цвету здесь подходит то есть он вот такой у меня лак красный и есть черный жалко мне использовать мой бесцветный лак поэтому я беру в начале наношу вот без стеснения вот так капну и начинаю лак разносить по пенке старайтесь так чтобы у вас равномерно лак вот так распределился что мы делаем ну божью коровку между прочим так изготавливать очень легко и просто сделали вот такой шарик иглой обыкновенной я потом беру и начинаю вот те места где я не достал я начинаю это все скрывать уже иглой годится все убираем один лак и переходим ко второму лаку черному раз и здесь стараемся не залезть на дабинг сильно ну и опять же придется потом несколько раз наносить лак чтобы был вид более симпатичный все оставляем не трогаем вот у вас должна выйти приблизительно вот такая конструкция что делаем дальше многие допустим используют разную технику изготовления лапок я не претендую ни на что я покажу как это делаю я для моего удобства я беру обыкновенные вот такие утконосики с плоскими губками и переворачиваю жук в удобное для меня положение и на толщину моих губок я отвожу и вот так прикладываю и прижимаю леску потренируйте чтобы не передавить беру вторую пару лапок точно так же на такую же такое же расстояние буквально полтора миллиметра должно быть вот от тела перед эту часть я делаю наоборот наклоняю вперед вот так с одной стороны и точно так же с другой стороны и у нас выходит вот такая симпатичная картина пока мы с вами гнули лапки лак у нас уже подсох теперь лапки должны у нас идти вниз я что а передние должны идти как бы вперед поэтому что я делаю отступаю опять так же миллиметр от петли вот так подкусывая точно так же здесь отступаю миллиметр от того места где я подъебал и опять поджимаю здесь точно так же беру беру и поджимаю их вперед уже создать создаем коленки вперед опять опять нудно конечно но многие допустим скажут это не стоит это так лучше а это так ну кому как удобнее тот так и делает друзья я же не претендую на авторство изготовления лапок тем более каждый как хочет так и делает вот у меня теперь эти лапки смотрят вперед что я делаю я опять беру лак так как у меня уже впиталось но равномерной поверхности у меня еще нет нет того глянца я опять беру капаю немножечко и начинаю распределять лак перехожу теперь к гли так и вот так как вы видите уже глянец есть учитывая то что у меня черный лак очень густой в данный момент я его не буду разводить специально для фильма он у меня густой нужен для других я черный лак сейчас буду проходить своим бесцветным лаком так годится и теперь мы даем очень хорошо подсохнуть нашему лаку потому что потом приступим ко второй очень важной операции к лапкам и ко всему остальном сделаем небольшой перерыв лак высох продолжаем дальше что я делаю я беру опять свой черный лак и беру медицинскую иглу беру ровно капельку для лака для того чтобы поставить точку вот приблизительно вот такую переворачиваю и как бы прокалываю у меня лак вот как вы видите . у меня сошла беру дальше и вот так вот у меня вышли вот такие точки ну а заднюю часть друзья мои я уже так беру сколько как получится потому что на задней части рисовать тот рисунок который у жука есть на самом деле ну это художество по ногтям или же по жукам но аналогично если по каким-либо причинам вот у вас там слилось это не страшно вот вышел так у меня жук я не трогаю оставляю чтобы высох мой черный лак убираем его нам уже не пригодится вытираем иглу чтобы было чисто теперь смотрите некрасивые лапки если мы их подрежем учитывая то что у меня имеется вот такая штучка многие знают что это такое это у нас выжигатель на батарейках если у вас нет можно использовать иглу нагрели поднесли как вам надо у вас наклонится куда нужно лапка берем лапку так как я хочу ее я не могу перевернуть к вам поверьте мне потом на слово и на расстоянии я беру и включая свой поджигатель даю тепло вот моя лапка уже осталась в таком положении беру следующую лапку также подгибаю как мне надо и даю немножечко тепла держим до остывания лески вот они у меня уже приобрели вот такой симпатичный вид переворачиваю в другую сторону на не касаемся как я уже говорил оставили остыла другую лапку берем также можно использовать выжигатель по дереву но скажу откровенно удобнее работать более таким тонким инструментом чем выжигателем если этого нет можно заменить на паяльник придумать можно разные варианты какие только вы для себя придумаете вот у меня вышли вот так лапки теперь дело вкуса и каждый из вас может взять и откусить ровно то количество которое вот он считает для необходимым для жука я приблизительно беру 2-3 миллиметра и откусываю мне такой длины будет вполне достаточно понятное дело что передние я немножечко делаю длиннее как бы по колечко следим за тем чтобы у нас длина левых правых соответствовала нарастить не получится вот откусили сделали как нам надо что дальше вот у меня пока мы занимались с вами лапками у нас подсох черный лак я беру теперь свой бесцветный без фанатизма и сверху уже по моему черному лаку прохожу и так же пройду по черному теперь мне уже ничего не мешает вот теперь можно сказать что он пока это высохнет если вы это как говорится у вас поставлена будет на поток ну меня пока одно сохнет потом второе сохнет я беру пинцетиком и это все аккуратненько потом ставлю специально у меня сейчас я вам покажу имеется такой пинцет я его сделал вот с таким зажимом я взял оттянул и отставил своего жука чтобы он приходил у меня в полный порядок вот и все как вы видите изготавливать его очень быстро удобно снизу наш дабинг привлекает блеском как положено все можно потом еще разлохматить хорошо плавает уже проверено ну и также хорошо ловит рыбу в принципе то все благодарю вас за внимание до скорых встреч пишите